Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хыван. Я вас приветствую на канале Процветок. Некоторые наши зрители, подписчики, задаются вопросом. Мы вот рассказываем на канале о побелке деревьев, рассказываем каждый год о разных составах, особенностях побелки деревьев. Но на других каналах иногда можно услышать мнение, что деревья белить не нужно. И, конечно же, возникает закономерный вопрос у наших подписчиков. Что же вы рассказываете, когда вот там на другом канале говорят, что несколько лет не белят деревья, и все там прекрасно, и все хорошо, и вообще их белить не нужно? Поэтому я решил, что надо компетентно ответить на этот вопрос. Так, белить деревья или это пережиток прошлого, когда мы хотели, чтобы наши сады были такие красивенькие, даже столбы, извините, электропередач иногда белят, а не говоря уже о ландшафтных деревьях в городе. Какие все-таки надо белить, а какие не надо белить деревья. Я тоже видел, безусловно, эти ролики, и во мне, ну, какое-то, ну, не то что возмущение, но удивление было, что некомпетентность почему-то такая выставляется в ролики, и люди начинают все это слушать, обсуждать, и как-то там даже соглашаться с тем, что белить не нужно. Суть этого мнения сводится к тому, что посмотрите в лесу, никакой побелки нет, деревья прекрасно себя чувствуют, ничего там не трескается, все растет, никто их не белит, и все замечательно. Но это крайне некомпетентный подход. Для чего мы белим деревья? Для того, чтобы они, в первую очередь, не повреждались солнцем. В лесу, если мы посмотрим на основную массу деревьев, они находятся внутри массива, и попадание солнечных лучей, прямых солнечных лучей на стволы не происходит. Эти солнечные лучи теряются в ветках, и на стволы попадает такая рваная тень, получается на них. Поэтому такого резкого перегревания стволов, как в саду, не происходит. Во-вторых, в лесу растут лесные растения, а в саду садовые, не характерные для этой климатической зоны. Но даже если в лесу мы можем найти дикую грушу, дикую яблоню какую-то, то в саду же мы выращиваем культурные сорта, которые очень часто имеют южные корни. Они не приспособлены к тем условиям, которые внешние, которые имеются в нашем климате. Именно поэтому мы должны создавать для них особые условия, когда они могли бы не только выживать, но и давать хороший, богатый урожай. Кроме того, обратите внимание на природу, такие растения, как береза, такие растения, как тополь, осина, обладают светлым цветом коры. И, кстати, они приурочены чаще всего к опушкам леса, там, где имеется риск попадания прямых солнечных лучей и разогревания стволов. Именно поэтому береза возвела в максимум свою защитную реакцию, и ее стволы белые. Поэтому и здесь блогеры, которые кивают на лес, когда говорят, что в лесу никто ничего не белит, тоже не правы. Там природа сама приспособилась к белоствольным березам и светлоствольным прочим растениям, которые растут по опушкам. Кроме того, в лесу тоже растения растению рознь. В Беларуси никогда не приживется кедр сибирский или сосна кедровая, но у нас растет сосна обыкновенная, потому что сосна кедровая растет в Сибири. Там уже если тепло, так тепло, а если холодно, то холодно. А у нас в Беларуси в январе плюс 5, в феврале минус 20 может случиться, в марте оттепель сменяется морозами и так далее. Подобного рода растения хоть в ландшафте и выращиваются, но чувствуют в нашей зоне себя плохо. Точно так же плохо себя могут чувствовать и садовые растения, которые генетически приспособлены давать вкусные крупные плоды и вовсе не адаптированы к подобного рода экстремальным условиям. Поэтому белить их обязательно нужно. Но все-таки и в саду можно найти растения, которые белить не надо. Речь идет о старых яблонях, старых грушах, растениях, которые имеют уже толстый слой коры, который вполне защищен от инсоляции, является хорошей изоляцией внутреннего содержимого ствола, от перегревания солнечными лучами. Поэтому если кора на дереве уже старая, потрескавшаяся, то ее белить уже не обязательно. Это взрослое дерево. Если же деревья небольшие, с кожистой корой, еще достаточно тонкой, то белить их, безусловно, необходимо. Посмотрите на природу. У той же березы старая кора уже черная снизу, а верхняя часть коры все еще белая. Вот если ваш сад старый, ему уже больше 15 лет, а то и под 20, то, конечно, можно его и не белить. Хотя я бы все равно рекомендовал не лениться и побелить даже такие деревья, потому что кроме защиты от солнца, это побелочное покрытие обладает и другими полезными свойствами. Скажем, такими, как дезинфекция от болезни, чтобы там во мху в каких-то лишайничках не накапливалась инфекция, и даже защиты от насекомых-вредителей. Она проникает в челки и мешает там им нормально зимовать и выходить из зимовки. Не слушайте некомпетентные советы. Доверяйте компетентным блогерам, компетентным авторам. Интернет наполнен интересной информацией. В ней довольно трудно бывает разобраться, какая из них справедлива, а какая нет. Но надеюсь, что вы будете с нами на нашем канале и будете получать всегда компетентные ответы на свои вопросы. Не пропускайте наши выпуски, оставайтесь с нами и до новых встреч!